всем привет вчера на птс вышла наследие на лан и давайте посмотрим как же это все выглядит больше всего вопросов было остался ли у него захват нет захвата не будет захват у него в пробужденной стойке также забрали shift лкм пока м это вампирик ну и в остальном давайте посмотрим сейчас покажу что как какие иксы где супер армор где крит так далее сколько ударов и тому подобное ну и как вообще выглядят эти скилл открываем наследие вот на складочка вот это у нас баф скорость атаки 20 процентов 30 секунд скорость передвижения 30 процентов 30 секунд и что это нас такое резист 30 процентов на 30 секунд супер армор здесь у нас сами смотрим какой урон какие иксы по скольки целям с какого удара как этот скилл выглядит сейчас покажу вот так выглядит этот скилл идем дальше здесь у нас мобильное передвижение также смотрим урон иксы сколько цели с какого удара 10 таргетов какой-то такой прикольный скилл также супер армор и скорость атаки 15 процентов на 15 секунд здесь у нас также смотрим урон смотрим x10 урон очень неплохой 1386 x6 также стопроцентный крит 10 таргетов но минус дэв на минус 15 дэв на 10 секунд только в пве здесь практически все мощные такие скилл ухи он ли кого ей дэмэш снижен в пвп как выглядит скилл сейчас покажу очень мощный скилл вчера бил маму не очень понравился то есть просто собираешь огромный парик мобов и он этим скиллом шатает причем ауи урон очень большой это у нас shift назад просто как бы от прыжка да что ж ты постоянно закрываешься раньше не закрывался здесь у нас опять же смотрим x и что-то здесь запредельно на что-то мне не понравилось опять же он ли пв и и атака по низу вроде мне и опять же демор снижен в пвп так что это у нас это вот такой мощная крутилка что-то типа как у сарки в пробуждении откат небольшой у этого скилла так что можно комбинировать другими скиллами и очень неплохо она начинает фарм но надо к этому привыкать не знаю мне простоял он кажется не такой быстро как в наследие в обычной стоит здесь опять же мощный урон большие x и по 2 3 4 цели и опять же он не пв и в пвп снижен урон до заколебал ты закрываться уж там смотрели опять же неплохой урон x2 x5 10 таргетов какой-то такой скиллчик давайте посмотрим причем с этим скилом она очень быстро начинает передвигаться ну те кто играют на ланках ребят смотрите я просто на лае не играю переводить вот это все что здесь написано очень очень тяжко экранным переводчиком да и обычный гугл переводчик переводит очень херно потому что здесь пополам и корейский и английский такая херня получается у меня с английском еще куда не шло ну кайпа корейский я точно не понимаю опять же большие x и 1 2 3 цели x3 x4 и дэмэджа 1267 процент также здесь торт ну и опять же дамаг снижен в пвп я так понимаю почти все скиллы дамаг снижен в пвп то у нас эвка это был с гневом черного духа и вот обычно вот такой вот продолжительный скилл в первой стойке я только что все это комбинировал в первой стойке все вот эти скиллы и во второй в традиционной стойке в наследиях это все намного круче выглядит естественно урон намного больше здесь у нас опять же мобильное уклонение и последний скилл это с c не то и зажал меня есть такие вот скилла ну и давайте просто покажу как это выглядит и как она будет передвигаться кто-то боялся что она будет более медленная чем в пробужденной стойке ну по мне она очень довольно так не кислая и быстро передвигается а и а и 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 на канал. Извиняюсь за недоперевод скиллов на тех, кто играет на ланках. Посмотрите внимательно. Я все скиллы показал специально по два раза, чтобы можно было посмотреть, где что изменилось. Ну, а визуально, что изменилось, вы сами видели. На мобах, как бы, я играю ланкой. Ну, и играл ланкой. У меня на 61 уровня, прокачанная ни по каким квестикам. И на мобах. Ну, не знаю. Пробуждение, как по мне, лучше. Либо еще к этому привыкать. Но это действительно непривычно. Как по мне, она намного быстрее передвигается по споту. Именно в наследии. Я просто либо пролетал через парик, либо не долетал до парика. То есть, ну, вот как-то так. Если к ней привыкнуть и нормально фармить, так же, как в пробужденной стойке, я думаю, урон будет не хуже. И фармить она будет даже лучше, наверное, в наследии. Не знаю, как это будет выглядеть в ПВП. Потому что многие ПВП-шеры вчера заходили и говорили, ну, все. Захват убрали. Вампирки нету. Все. Дохлый номер. Удаляем нахрен лан. Забываем про нее. И все. В коробочку. Вот как-то так. На этом все, ребят. Всем счастливенько. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok